Добрый вечер! В эфире телеканала ОРТ вечерний выпуск программы новости дня в студии Михаил Карин. Партнер программы ИП складчиков. Оконная компания СОК. В оконной компании СОК балконный блок под ключ за 15 300 рублей. Аксакова 30. Телефон в Оренбурге 306666. Вернемся к нашему выпуску. Не пропустите сегодня в программе. 275 лет со дня образования Оренбургской губернии. Какие вехи стали главными в истории? Денис Паслер на востоке. Что стало главной целью визита в Орск и Кваркинский район? Покупки с риском для жизни. Почему торговые центры Оренбурга вновь не прошли проверку? Взрослые проблемы маленьких арчан. Почему дети воспитываются в антисанитарных условиях? Национальное достояние России на Оренбургской сцене. Как легендарный ансамбль сохраняет русскую культуру на мировой арене? Надежда вышла в полуфинал чемпионата России. Что помогло преодолеть настойчивых соперников из Сибири. И начинаем выпуск с главной даты для всей области. Сегодня наш край отмечает свой юбилей. Ровно 275 лет назад была образована Оренбургская губерния. История нашего края берет свое начало с марта 1744 года. Именно тогда был издан приказ об учреждении новой территориальной единицы. У истоков основания губернии стояли известные государственные деятели и исследователи той эпохи. Татищев, Кириллов, Рычков и Неплюев. Границы региона доходили на юге до Каспийского моря, на западе до реки Волги. А в ее составе были территории современных Оренбургской, Челябинской областей. Востока Самарской области, республики Башкортостан, части республики Татарстан и Казахстана. Со знаменательной датой всех оренбургцев поздравил в Рио губернатора Денис Паслер. В обращении, в частности, говорится, что жители края осваивали новые земли и всегда трудились на благо губернии. В самые сложные времена преданно служили родине. Оренбуржье стало вратами в Азию, оплотом российского государства на юго-восточных рубежах. Именно здесь, в самом сердце Евразии, зарождались традиции экономического сотрудничества, взаимопроникновения культур, развивались дипломатические связи. Бесценный опыт межнационального общения, традиции дружбы, согласия, взаимоуважения. Сегодня служат прочным фундаментом дальнейшего развития региона. Сегодня в Рио губернатора Денис Паслер работает на востоке области. Одной из ключевых тем стали выборы главы в Кваркинском районе. Новый руководитель был определен местными депутатами. Им стал Сергей Савченко. Процедура вступления в должность главы Кваркинского района прошла в здании местной администрации. Претендента на пост определили местные депутаты. Сразу после Сергей Савченко произнес торжественную клятву. Известно, что он уроженец Кваркинского района. Окончил Оренбургский аграрный университет. И с 2017 года возглавлял Кировский постсовет. Денис Паслер в своем обращении еще раз отметил заслуги бывшего руководителя района Сергея Герасимова. Напомним, он возглавлял муниципалитет на протяжении 8 лет. И сам принял решение о снятии полномочий. В Рио губернатора также дал наставление и вновь назначенному руководителю района. Это очень ответственная, очень трудная работа. Но, тем не менее, очень интересная и очень благодарная, если она выставлена на взаимоотношения с людьми, с депутатами, что очень важно. Ну и, конечно же, если мы преследуем цели развивать то место, где мы работаем. Еще одной точкой рабочего визита в Рио губернатора стал Орск. Там Денис Паслер принял участие в открытии Кубка Владислава Третьяка. Это одно из самых ожидаемых спортивных событий области. Трибуны Дворца спорта юбилейной оказались заполнены до отказа. Всех болельщиков и спортсменов поприветствовал глава региона. Он поблагодарил легендарного хоккеиста, имя которого носят эти соревнования, что он лично приехал в Орск. Также в Рио губернатор отметил, что будет обязательно развивать это спортивное направление в Оренбурге. Напомним, что география участников турнира от Калининграда до Сахалина. Паводок в этом году ожидается раньше. Уже середина недели в регионе заметно потеплеет. По прогнозам регионального МЧС возросла вероятность заторных явлений в зоне риска 18 рек области. В настоящее время экстренные службы региона проводят мероприятия по ослаблению ледостава в районе мостов. В 17 районах области уже проведены взрывные работы. Всего распилено более 2,5 километров льда. Отметим, что на территории области расположено 44 низководных моста, конструкцией которых предусмотрено затопление в период паводка. На реке Илек водную окову уже подняло. На Урале в районе Орск начался ледоход. Толщина льда на малых реках востока составила 45-75 сантиметров. По данным областного МЧС, уровень Ириклинского водохранилища почти на 3 метра ниже нормы. По состоянию на сегодня на реке Урал в районе Орск уже наблюдается ледоход. Следующий из 500 рек региона от холодных оков обещает освободиться Бузулук. Синоптики называют даже примерную дату. Уже в ближайшие выходные с 29 марта по 3 апреля. В западной столице региона состоялось совещание, на котором доложили оперативную обстановку. Специалисты говорят о прогнозе паводковой обстановки. В этом году по реке Самаре ожидается подъем воды от 4 и до 6 метров. Ситуация аналогична прошлому году. Тогда реки стали выше на 5 метров 20 сантиметров. В центре внимания и обстановка по водохранилищам. По водохранилищам на сегодняшний день обстановка следующее. Домашинское водохранилище наполнение составляет 6 млн кубометров, свободный объем 12,6 млн кубометров, то есть водохранилище заполнено на 1,3. Белшанское водохранилище наполнение составляет 9 млн кубических, свободный объем 9,6, то есть оно наполнено на половину. Специалисты отмечают, паводок в Бузулук еще не вступил в активную фазу. Сейчас первый этап – таяния снега. Большая вода еще впереди. Сейчас в городе применяются все необходимые меры по избежанию чрезвычайных происшествий. Наш телеканал продолжает следить за ситуацией в торговых центрах. Несоблюдение мер пожарной безопасности – главная причина закрытия. В проблемный список в очередной раз попало и учреждение «Трикита». Несмотря на нарушение эксплуатации некоторых корпусов, продолжалось все лето. Накануне Ленинский районный суд вынес решение о запрете эксплуатации помещения. Все ТРЦ теперь под пристальным надзором не только пожарных, но и прокуратуры, где покупки не станут опасными, выясняла моя коллега Ольга Энгельс. Эти кадры известны всей стране. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Страшная трагедия унесла жизни 60 человек. 37 из них – дети. С того момента прошел год. Сейчас на месте торгово-развлекательного центра – ровный участок земли, обнесенный забором из бетонных плит. По странному стечению обстоятельств, в годовщину трагедии в Кемерово, в Оренбурге, в бизнес-центре Евразия, сработала пожарная сигнализация. Люди вышли на улицу. Никто не пострадал. По словам очевидцев, загорелась сушилка для рук в одном из туалетов. Сработала пожарная сигнализация. Задымление было незначительным. Через пару часов все вернулись в свои офисы. Руководство бизнес-центра уверено, что это ЧП не повлияет на дальнейшую работу. Работала пожарная сигнализация. Не надо никого снимать. Нет, не снимаю. Уберите, пожалуйста, камеру. Давайте микрофон. Просто расскажите, как все произошло. Работали пожарники с работой удача. Его заменили, и все в порядке. Никакого задымления не было. Официально не надо. Среди наиболее проблемных объектов областного центра – комплекс «Трикита». Напомним, в апреле прошлого года суд запретил эксплуатацию зданий. Отсутствие пожарной сигнализации, дополнительных выходов в планах эвакуации – причина приостановки деятельности. Нарушения были выявлены во время проверки. Как нам сообщили в суде, на сегодня известно, что собственник торгового центра находится в Южной Америке. Производство по делу было приостановлено. В густарстве «Белис» было направлено судебное поручение. 12 марта 2019 года производство было возобновлено, вынесено решение об удовлетворении исковых требований. Решение суда о эксплуатации зданий торгового комплекса «Трикита» запрещено до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение на данный момент не вступило в законную силу. Исковые требования пока не вступили в законную силу. Последует ли обжалование решения суда – неизвестно. Торговый центр и кинотеатры – объект особого внимания контролирующих организаций. Детские площадки и кинотеатры не должны быть выше второго этажа. Обязательное условие госпожнадзора. В торгово-развлекательном центре «Сокол» больше полугода закрыта игровая комната. Предписание контролирующих органов. В некоторых магазинах делают дополнительные пожарные выходы. Все для того, чтобы кемеровская трагедия больше никогда не повторилась. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Новости дня. Скандал в детском саду Орска. Родители обнародовали фотографии, на которых видно, в каких условиях воспитываются их дети. По словам Арчаны, за постоянной сыростью в дошкольном учреждении вздулись полы. На стенах образовался грибок и начал разрушаться фасад здания. Сегодня в ситуации разбираются чиновники Орского управления образования и специалисты областного министерства образования. Насколько обвинения обоснованы и безопасен ли сад для детей? Анонимы их продолжат. Детский сад «Домовенок». Еще совсем недавно родители были уверены, здесь их детям по-домашнему уютно и комфортно. Надежды рухнули, когда арчане зашли в спальню в одной из младших групп. Смущают родителей и вот эти конструкции. Они появились в январе после того, как прорвало трубу горячей воды. Там есть щель, что это все держится на честном слове, на одном кирпичике, что приезжала масса экспертиз, как мне опять же сказала та же самая Лариса Пауна, с которой со мной беседовала, что мы вас уверяем, ничего страшного не произойдет. Но мы боимся за своих детей, поэтому мы все это поднимаем. Мы это боимся. Вот эта стена, которая рушится кирпичей, правильно же, это же не за один день рушится. Накануне скандальные фотографии арчане выложили в интернет. А сегодня в детском саду работает большая комиссия из представителей городского управления образования. На втором этаже выкнула труба горячей воды в перекрытии, поэтому не было сразу видно и замечено это все. Как постепенно вот это все проявилось, это в январе. Пригласили сразу специалистов, комиссионно осмотрели здание, заключили договор на оценку экспертизы здания. 4 мая мы получим на руки оценку экспертизы. Только в мае станет известно, можно ли эксплуатировать это здание в дальнейшем. А пока специалисты заверяют, для детей оно безопасно. Не нашли чиновники угроз и в разрушающемся фасаде детского сада. По мнению начальника управления образования Орска Геннадия Кухтинского, его надежно защищают вот эти конструкции из досок и полиэтилена. Мы внутри все ободрали, весь гипсокартон, все и так далее, чтобы стена изнутри сохла. Снаружи, чтобы мороз не смог пойти туда. На встречу родители поднимают еще один важный вопрос. Почему в группах постоянная сырость? Ответ руководства прост. На протяжении нескольких месяцев в прачечной не работала вытяжка. В течение месяца неполадки обещают исправить. Что же касается постельных принадлежностей, то, как заявили в региональном министерстве образования, в этом дошкольном учреждении есть все. На обновление постельных принадлежностей были израсходованы средства в 2014, в 2017, в 2018 году. В настоящее время детский сад полностью укомплектован постельным принадлежностям в соответствии с санитарными нормами. Кроме того, в ноябре 2018 года проводилась реставрация подушек. Как сообщили родители, уже сегодня в группах появились новые матрасы и постельное белье. А вот решится ли так же быстро вопрос с ремонтом? За развитием событий будет продолжать следить наша съемочная группа. Анонимых Дмитрий Старостенко, Илья Логачев, Новости дня. Мы вернемся в студию после небольшой паузы. Вот о чем расскажем во второй части выпуска. Взрослые проблемы маленьких арчан. Почему дети воспитываются в антисанитарных условиях? Национальное достояние России на Оренбургской сцене. Как легендарный ансамбль сохраняет русскую культуру на мировой арене. Надежда вышла в полуфинал чемпионата России. Что помогло преодолеть настойчивых соперников из Сибири. Вы смотрите ОРТ. Продолжим наш выпуск. Новые счетчики в домах россиян повлекут повышение тарифа. Внедрение интеллектуальной системы учета расходования бытового газа в стране обойдется в 385 миллиардов рублей. Переход на электронные приборы учета предложили в Министерстве энергетики. Такие счетчики будут дистанционно передавать данные в газоснабжающую компанию. Эксперты полагают, что нововведение может привести к росту тарифов для населения на 5-10%. Система может стать аналогом интеллектуального учета расхода электроэнергии, который Госдума законодательно утвердила в конце прошлого года. К 2022 году в квартирах россиян появятся умные счетчики электричества, которыми энергетики смогут управлять на расстоянии. Сейчас такая система установлена у 10% потребителей. Специалисты полагают, что внедрить новый порядок учета расхода газа гораздо сложнее, чем в случае с электроэнергией, поскольку приборы учета газа стоят на порядок дороже. Так, цена умного счетчика газа 11-15 тысяч рублей. Для примера, обычный стоит не дороже 5 тысяч. Стоимость оборудования отразится на росте тарифа, чего нельзя сказать о курсе валюты. Доллар подешевел почти на 30 копеек. Его стоимость на 27 марта 64 рубля 17 копеек. Евро тоже сбросил в цене – 72 рубля 58 копеек. Продолжается недовольство мусорной реформой. С начала недели жалобы поступают с Востока области. Арчане, живущие в разных районах города, выкладывают в сеть фотографии, где переполнены баки, а контейнерные площадки больше напоминают стихийные свалки. На улице Ленинского комсомола мусора столько, что он уже не помещается в баки. Как заверили местные жители, мусор отсюда не вывозили на протяжении недели. Похожая ситуация и на улице Станиславского. А, например, на улице Ялтинской открытые контейнеры установлены не в специально оборудованном месте, а в нескольких метрах от него. Ветреную погоду мусор разносит по всей округе. Напомним, по закону, если контейнерная площадка находится в границах дома, то ее содержанием обязана заниматься управляющая компания или муниципалитет. Вывозить ТКО, убирать территорию во время и после погрузки – прерогатива регионального оператора. А как складывается ситуация в областном центре? Недовольны ли жители Оренбурга скоростью и качеством вывоза мусора? Эти вопросы наши корреспонденты задали на улицах города. И вот наиболее распространенные ответы. Мне все нравится. У нас уборщик очень хороший. Субботников бы побольше, наверное, надо все-таки произвести. И уборку, вывоз мусора почаще, потому что не справляются контейнеры баки в некоторых местах. Абсолютно не убирают даже то, что материалы из дома выносят. Это все лежит, может, неделями лежат. Это все раскидывается ветром. Поэтому не устраивает, куда это все. У нас убираются там в нашем дворе лично. Все чисто, все хорошо. Да как было, так и есть. Сделали мусорку за целую остановку. А здесь не убрали, да. И все, тут гаражи у нас кидают. Прямо от этого, от домов начинаете до этого кидать. И никому не надо. Убирают нормально, что-то. Привозят, увозят. Мусора нет, нигде нет. А дворники хорошо убирают. Претензий нет. По результатам нашего экспресс-опроса, треть оренбуржцев, это 40%, считает, что убирать во дворах стали хуже. 25% респондентов уверены, что для чистоты не хватает баков и инициативы самих людей выходить на субботники. 20% опрошенных довольны работой коммунальных служб, дворниками и уборщицами. И лишь 15% не замечают разницы в уборке дворовых территорий. Его называют национальным достоянием России. В Оренбурге в рамках мирового тура выступил легендарный ансамбль «Березка». Он уже 70 лет радует зрителей своими постановками. В каждой – эталон классической славянской культуры. На единственном концерте в нашей области работала съемочная группа ОРТ. Моя коллега Елена Еремина готова поделиться своими впечатлениями. В исполнении ансамбля «Русский девичий хоровод». Эту постановку знают и любят во всем мире. Каждое движение и каждая деталь костюма передают красоту русского народа. Девушки словно плывут по сцене. Длинный сарафан, белая блуза. В одной руке веточка березы, как символ русской природы. В другой – платок цвета чистого неба. Мы передаем образ созерцательности от восприятия природы. Вот также наш первый хоровод – хоровод «Березка». Это хоровод «Реченка», где мы воспеваем красоту русской реки, показываем широту, красоту русской души. А характер женщины, он многогранен. И он может быть как лирическим, он может быть и веселым. Именно с этого хоровода в 1948 году началась история ансамбля. Его поставила основатель и художественный руководитель коллектива Надежда Надеждина. Плывущий шаг стал визитной карточкой всего коллектива. Сегодня он славится не только хороводами. В репертуаре множество танцевальных сцен и плясок. Тройка у колодца, северяночка. Есть номера, которые исполняют только мужчины. Например, вот я сейчас одет в костюм номера «Комарик». Это такая зарисовка хореографическая. Мы на поляне, мальчики только танцуют, мужчины. Этот номер. Мы на поляне находимся среди, можно сказать, роя комаров. Находясь на сцене, ты чувствуешь, проник номер в сердца зрителя или нет. Ансамбль «Березка» – национальное достояние. Уже 70 лет он радует своими постановками зрителей. Каждое выступление – это не просто танец, а целое театрализованное представление. И передается дух русского народа. Каждому номеру уникальный костюм. У ансамбля «Березка» около 2000 нарядов. Более 20 раз девушки меняют сарафаны и головные уборы за концерт. В Оренбурге коллектив с большой программой, поэтому и костюмов несколько сотен. Уникальной разработки у нас костюм цепочки, который создала первая художница нашего коллектива Любовь Силич и Надежда Надеждына наша. Я работаю 26 лет, и поэтому, конечно, из поколения в поколение все это передается. Япония, Франция, Швейцария, Аргентина. «Березка» уже рассказала о русских традициях в 80 странах. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня. В заключении нашего выпуска спортивные новости. Баскетболистки Оренбургской Надежды вышли в полуфинал чемпионата России. В решающем матче первого круга плей-офф Оренбургская команда сломила сопротивление Красноярского Енисея. В паре Надежды и Енисей, единственный из четвертьфинальных, противостояние заняло три матча. И последний в Оренбурге получился самым напряженным. Соперники начали игру осторожно, основное внимание уделив обороне. После первой четверти впереди были гости 14-12. А во второй хозяйки за пять минут совершили рывок 16-2. И вроде бы обеспечили себе комфортный отрыв. Однако сибирячки сдаваться не собирались. Навязав борьбу, они догнали Оренбурженок в счете и перед последней десятиминуткой вели плюс один. Наши снайперы и Гуравиды, и Виллер по 10 раз бросили по кольцу. Но всего однажды точно. Зато отличную игру выдала Медведева, подстраховав уставших лидеров. Привычно много забивала Джонс. Завершающий игровой отрезок стал сверхнапряженным. И у нас стали попадать в кольцо и Гуравиды, Шилова, Виллер. Еще за две минуты до финальной сирены счет был равным. А вот концовка осталась за нами. В итоге Надежда вырывает победу 65-61. И выигрывает серию 2-1. В полуфинале нас ждет Курская Динамо. Это все новости к этому часу. А сейчас не переключайтесь, вас ждет программа «Обратная связь». На этот раз гостями эфира станут представители управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области. Тема эфира – долги по налогам и ответственность за их неуплату. Присоединиться к разговору можете и вы, позвонив по телефону 43-45-07. Кот Оренбурга – 35-32. Программа выходит в прямом эфире. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Оконная компания «Сок». Окна, проверенные временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова